МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И все же вопросов, связанных с туберкулезом, и не только в Инте, у нас так много, что едва ли их возможно в ближайшее время разрешить. Известно, что туберкулез, болезнь, скорее, социальная и практически не развивается там, где социум здоров. Борис Попов продолжит. Сегодня в Инте на учете уфтезиатров 100 человек. У 20-ти открытая форма туберкулеза. Однако все они свободно ходят по городу. С 1 января их лечат амбулаторно. Для этого пациенты ежедневно ездят в стационар. Большинство на общественном транспорте. Поэтому врачи намерены переправить больных в тут диспансеры Воркуты и Печоры. Причем по железной дороге, в вагонах со здоровыми людьми. Пробную поездку уже сделали. Мы этого пациента отправили в сопровождении медработника в купированном вагоне до Воркуты. Отдельно, как бы, ну, не ехали, в отдельном купе. Там их встретила специальная машина воркутинского противотуберкулезного диспансера. И вот тут же сразу положили в стационар без всяких проблем. Поэтому, как бы, важно было нам здесь, на месте, ну, как бы, на этом примере отработать механизм транспортировки этих больных, направление этих больных. Врачи уверяют, после перевозки таких больных купе дезинфицируется. Риска нет никакого. Но пассажиров воркутинского поезда такая перспектива пугает. Отношусь резко отрицательно. Ну, потому что нельзя в суперкулезные палочки как-то вытравить из вагонов, и они все равно въедаются в стены, в мебель, и здоровых людей уже нельзя в этом возить. Я против, потому что я не уверена, что дезинфицируют настолько, что все микробов убьются. Я участница Олимпиады по биологии. Я считаю, что перевоз людей в общих вагонах неправилен, потому что туберкулезная палочка устойчива к всяким дезинфекциям. Сами больные ехать никуда не хотят. Они уже написали заявление, что будут лечиться только по месту проживания. Говорят, их и тут неплохо кормят и лечат. Но Минздрав Коми с этим категорически не согласен. Лечение в Инте давно считается неэффективным. Во-первых, здесь не разделяют больных. Те, у кого лишь подозревают туберкулез, могут оказаться в палате с пациентом, у которого уже открытая форма чахотки. Во-вторых, в Приполярье не приходят дорогостоящие лекарства от международных организаций по борьбе с туберкулезом. В договоре с республикой прописано, медикаменты могут поставлять лишь в учреждения республиканского значения. Это в Сыктывкаре, Воркуте и Печоре. А Интинский тубдиспансер на балансе муниципалитета. Город миллионных затрат потянуть не может. Есть еще очень важный негативный фактор. В последние годы среди заболевших туберкулезом, среди как раз бацилловой телитии, которые составляют примерно половину от всех лиц, у которых является туберкулез, увеличилось число больных с туберкулезом, с так называемой множественной лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам. И эта проблема очень серьезная, поскольку лечение таких больных требует огромных денег. То есть по самым скромным подсчетам, стоимость курса лечения, ну, миллион как минимум. Игорь Трюкин отметил, реакция интинских больных для него непонятна. Все делается для их полноценного лечения. Пациентов увозят в стационары только на несколько месяцев. Потом интинцы смогут вернуться и продолжить амбулаторное лечение в родном городе. А другого ведь ничего не получится. Мы ведь никуда от этого не денемся. Потому что раньше было очень много у нас отделений и в районах, и в сельских районах. Но эти маломощные отделения, они показали, что они неэффективны. Потому что там больные больше, так сказать, получали социальную помощь, а не медицинскую. Птизиатр считает, паника вокруг перевозки больных необоснованна. С железнодорожниками будет заключен договор на предоставление отдельного купе, где поедут больной и сопровождающий его доктор. Врач напомнил, туберкулез – это воздушно-капельная инфекция. А обязательное условие при транспортировке такого пациента – это наличие у него маски. Но не обычной медицинской, а специального респиратора, который надежно предотвращает попадание палочек в воздух. Борис Попов, Татьяна Коптева, Елена Царанова, Виталий Состин, Олег Костромин. Об итогах железнодорожных намерений и интинских птизиатров. Продолжение следует...